Так, сегодня День народного единства в России у нас. Вот тут тарелка, изрядно поредевшая от съеденных сырников. И я сейчас покажу. Погода здесь вполне себе ничего. Ночью был дождь. Вот эти вот желтые, это плоды жасмина вот этого здешнего, средиземноморского. Они вот такие вот как шарики. Потом они коричневеют, засыхают. Их очень сильно любят попугаи. Вот здесь эти вот шарики во множестве валяются. Сейчас дворники просто прошли из-под мели. Ну, покажу немного мои цветы, так пройдемся. Плющ пока еще не начал расти. Но он, хотя вот здесь это растение такое неприхотливое, но чтобы он принялся у вас и начал расти, должно пройти очень много времени. У меня, например, тот плющ зеленый, уже известный моим зрителям, он, наверное, год сидел в цветочном горшке и вообще с места не трогался. У моего авокадо пришлось удалить нижние листья, которые пострадали от попадания прямых солнечных лучей. Напоминаю, если кто забыл, у меня здесь южная сторона, даже юга-юга-запад, все солнце здесь и слишком жгучее. Только, я думаю, кактусом это не всем хорошо. Вот так вот хризантема себя чувствует. Я сейчас поливаю цветы, но уже не так, как раньше, потому что погода стоит достаточно сырая. Вот вчера вечерние съемки делала, даже фонари, так, знаете, вот это вот в таком свете, в туманном. Вот это у меня материнское растение, колеуса, с которого я брала черенки. Черенки, вон они. Вот, принялись они все. И вот это вот, вот эти вот свисающие узкие листья, это мускари. Вот мой зеленый плющ, о котором я только что говорила, он у меня пересаженный, как мои знают постоянные зрители. Вот, приняться-то он принялся, а вот как он пойдет расти, это еще науке, как говорится, неизвестно. Чтобы посмотреть, какие-то пошли ли тут отростки, вот так поднимем ветки, ничего пока что не пошло. Но держится, хоть не пропадает, и то хорошо. И чемпион по неблагоприятности, у меня тут окно в кабинете, как тоже все знают уже, мои зрители. Ну вот, как видите, в связи с осенними холодами, розмарин, что-то там зелененькое выпустил, более-менее пришел в себя, хотя посмотрите, какие последствия пребывания на этом окне. Вот, и вот тут были цветочки. Вот, я даже вчера еще отщипнула немножко от растения, чтобы добавить его в блюдо. Как вы знаете, розмарин является приправой. Правда, до кухни не донесла, по дороге съела. Вот, о, отсюда хорошо видны семена вот этого жасмина. Ну, в общем-то так. И на этом я свой утренний такой цветочный, цветочно-праздничный репортаж заканчиваю. До встречи на моем канале. Увидимся. Пока. Будьте здоровы. Продолжение следует...